В разные эпохи эта земля называлась по-разному. Великое княжество Литовское, Северо-Западный край, Белоруссия, Беларусь. Однако во все времена главным богатством этих земель были талантливые люди. Многие из них внесли огромный вклад в мировую цивилизацию, а затем были незаслуженно забыты. Но сами они всегда помнили, откуда род. Это был груз необычайной важности. Он вез его из Гданьска в Москву. Россия в то время воевала со Швецией. Его запросто могли принять за шпиона, могли убить, могли посадить под стражу, но Илья Копиевич старался не думать об этом. Главное – довести до места свой груз, образцы нового кирилличного шрифта и два печатных станка с принадлежностями. Этот шрифт, сконструированный им несколько лет назад, разительно отличался от того, каким печатали книги в России. Илья Копиевич не сомневался. Если он доставит груз в Москву, в России произойдут грандиозные перемены. Впервые он попал в Москву в 1662-м. Сбежал от своего хозяина, русского боярина из-под Новгорода. Думал, из Москвы скорее доберется на родную Ляховщину. Но не удалось. Застрял в престольной на четыре года. Не гнушался никакой работы. А когда работы не было, побирался на паперти Спасского собора. Монахи из Андронникова монастыря и научили его читать. Ас-Буки-Веди. Он твердил название этих букв днем и ночью. Чтобы легче запомнить алфавит, даже придумал историю. Ас-Человек родится. Буки-Страшится всего в младенчестве. Веди-Начинает познавать. Получает глагол-слово. И уверяется, что добро есть живет на земле. Однажды в Андронников монастырь заехал мстиславский воевода Техновецкий. «Ты чей парень?» – спросил он Илью. «Шляхтича Копиевича, сын из-под Ляхович. В возрасте девяти лет во время русско-польской войны вывезен пленным под Новгород». Воевода Техновецкий пожалел подростка и взял его в свой обоз. Так Илья Копиевич вернулся на родину. Великое княжество Литовское. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Он добирался до родного имения не один месяц. А когда добрался, понял, что торопился зря. Имение разорено, родители пропали без вести. Добрые люди посоветовали Илье идти в Слуцк. Дескать, там есть гимназия, куда принимают и бедных, и богатых. Илья решил рискнуть. Слуцкую гимназию принимали всех. Ее статут гласил. Наши двери открыты для всех искренних и честных людей. Возраст, положение, вера, исповедание не имеют значения. Впервые за многие годы он почувствовал себя счастливым. Здесь его учили всему. Латинскому и греческому языкам. Логике, риторике, праву, истории, математике, физике и даже музыке. Теперь он сутками напролет мог читать книги. Кроме того, у него появились перспективы. Слуцкая гимназия посылала лучших выпускников в европейские университеты. В Кёнигсберг, Лейден, Эдинбург и даже в Оксфорд. Илья решил стать лучшим. К концу гимназического курса знал 10 европейских языков. Самостоятельно выучил немецкий, французский и голландский. Однако после окончания учебы его оставили в гимназии. Преподавателем младших классов. Шли годы. Мир вокруг менялся. Вот только у Ильи Копиевича все оставалось по-прежнему. С утра он проводил занятия, вечером читал. Благо в Слуцкой гимназии была неплохая библиотека. Книги на греческом, латинском, немецком, французском и даже на старославянском. Но каждый раз, открывая книгу со знакомыми азами и глаголами, Илья поражался. Почему ее так сложно читать? Неужели все дело в шрифте, громоздком полууставе, который не менялся еще со времен Ивана Федорова? Иван Федоров. Настоящее имя – Иван Федорович. Основатель книгопечатания в России и на Украине. Родился в первой половине XVI века на территории Великого княжества Литовского. Пакалавр Краковского университета. В 1564 году в Москве совместно с Петром Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу «Апостол». В 1574 году во Львове издал азбуку «Первый печатный русский учебник». В 80-х годах XVI века на деньги гетмана Константина Острожского выпустил первую в мире полную славянскую Библию. Со дня смерти Федорова прошло почти 100 лет, а по его азбуке все еще обучают детей. Неудивительно, что бегло читать на кириллице научились только самые способные и трудолюбивые. Вот и его гимназисты отдают предпочтение книгам с латинским алфавитом. Как изменить ситуацию? Илья Кипеевич не знал. Пока не знал. А в соседней России тем временем произошли перемены. В 1682 году скончался царь московский Федор Алексеевич. Российский престол заняли сразу двое наследников. 16-летний Иоанн V и 10-летний Петр I. Их регеншей стала старшая сестра Софья Алексеевна, которая на протяжении 7 лет фактически управляла страной. В 1689 единоличным правителем России был признан 17-летний Петр I. Юный царь поставил перед собой задачу получить для России выход к морю. С этой целью были предприняты азовские походы, военные кампании против Османской империи. Но сил для войны с Турцией у России пока не было. Как не было современной артиллерии, полноценного морского флота и самое главное – умелых и грамотных специалистов, способных построить такой флот. И тогда Петр I решил провести в России грандиозную реформу, причем во всех областях. В тот год, когда на Азовском море по приказу русского царя началось сооружение новой крепости Таганрог, Илья Копиевич навсегда покинул Слуцк. В стране, где он родился и получил образование, все большую силу набирал католицизм. Православные протестанты преследовались и иезуитами. Летом 1696-го Копиевич прибыл в Нидерланды и сразу направился в Амстердам. Голландский язык знал в совершенстве. Поэтому его приняли на службу в Амстердамский собор кандидат пастырем. Постепенно жизнь налаживалась. Завязалась переписка с известным немецким математиком Лейбницем. А вскоре Илья встретил девушку, о которой мечтал всю жизнь. Они обвенчались. Через год родилась дочь. Теперь у Ильи Копиевича был свой дом, постоянная работа, семья. Но он все равно чувствовал себя здесь чужим. Зимой 1697-го года в Москве Петр I подписал приказ. Отправить в Европу дипломатическую миссию. Главная задача Великого посольства – найти на Западе союзников в борьбе с Османской империей. Задача номер два – пригласить на русскую службу иностранных специалистов закупить оборудование и оружие. В марте Великое посольство отправилось из Москвы в Лифляндию. В составе делегации было 20 дворян и 35 волонтеров, среди которых находился сам Петр. Вскоре дипломатическая миссия оказалась в Голландии, стране, где жили лучшие в мире корабельные плотники. Тоска по родине становилась невыносимой. Иногда Илью Копиевича посещали странные мысли. Вернуться в Речь Посполитую вместе с женой и дочерью удерживало одно – на какие средства они будут там жить? И смогут ли они противостоять католикам и иезуитам? Однажды он шел по улице и услышал русскую речь. Копиевич решил, что ему померещилось. Обернулся и увидел группу людей, среди которых выделялся высокий молодой мужчина. Неожиданно высокий обратился к нему по-немецки. «Не подскажете, как пройти корабельной верфи?» «Это просто», – ответил по-русски Копиевич. Так, совершенно случайно, на улице Амстердама произошла судьбоносная встреча, которая изменила систему образования в России. Но в тот момент ни Илья Копиевич, ни российский царь Петр об этом не догадывались. Познакомившись с Копиевичем поближе, Петр I пришел в восторг. Умен, хорошо образован, прекрасно говорит по-русски. «Вы будете давать уроки мне и всем членам моей делегации!» Копиевич не посмел возразить. «Разборка» 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 Четыре месяца русский царь исправно ходил на занятия, а затем уехал дальше, в Англию. А Копеевичу наказал не только продолжать обучение российских дворян, но и составить ряд книг, необходимых для обучения образования в самой России. Илья с радостью согласился. Увы, но преподавательская деятельность не принесла Копеевичу ничего, кроме неприятностей. Почти полтора года он учил российских князей и дворян, но те после обучения не заплатили ему ни Гульдена. Более того, забыли вернуть некоторые учебники. Зато вторая часть задания Петра – подготовка книг на русском языке – доставляла Копеевичу ни с чем не сравнимое удовлетворение. Всего за год он подготовил к печати больше 20 книг, среди которых были учебники по навигации, арифметике, грамматики, истории астрономии. Первым в России перевел на русский язык произведения античных авторов. Напечатал первую русскую карту звездного неба, куда ввел принятые в Европе названия созвездий Орион, Дева, Волк, Стрелец. Первым в России стал использовать термины «параллель», «полюс», «вертикаль», «логаритм», «компас», «градус», «горизонт», «экватор». Лично для русского царя Копеевич составил пособие по мореходству, аналогов которого не было в России. Петр немедленно распорядился открыть в Москве навигационную школу. Вот только отношения с владельцем типографии, голландским купцом Яном Тессингом, с каждым днем становились все сложнее. Тессинг был единственным, кто имел привилегию на издание русских книг за границей. В первую очередь его интересовала прибыль, а не качество выпускаемой продукции. Илья же вкладывал в издание книг душу. Он был единственным в типографии, кто знал русский язык. На него ложилась колоссальная ответственность. Он переводил зарубежные книги, адаптируя текст для славян. И составлял новые учебники, такие как «Граматика латинская и русская». Русские буквы сложны в написании и в чтении, горячо доказывал он Тессингу. Их надо упрощать. Но голландский купец откровенно игнорировал советы не в меру инициативного переводчика. Он бы его давно выгнал, если бы нашел замену. Но отыскать в Голландии человека столь образованного и согласного работать за гроши было сложно. Приходилось терпеть. В 1700 году началась Северная война. Главные противники – Россия и Швеция. Цель войны – господство на Балтике. В этот же год Илья Копиевич ушел от Тессинга и открыл свою типографию в Амстердаме. Теперь Илье приходилось не только переводить, редактировать и составлять учебники, но и самому становиться к станку. Он работал по 18 часов в сутки. Домой приходил далеко за полночь. Жена упрекала его – дочь без тебя вырастает. Но он только отмахивался. Ему казалось то, чем он занимается, и есть главное дело его жизни. Но вскоре понял, что это не совсем так. Однажды утром жена не смогла встать с постели. Вызвали доктора, но он оказался бессилен. Через три дня жена скоропостижно скончалась. Илья Копиевич даже не успел попрощаться с ней. Выполнял в типографии неотложный заказ. Когда вернулся домой, все было кончено. И тогда, глядя на свою пятилетнюю дочь, твердо решил – надо возвращаться на родину. Северная война продолжалась уже шестой год. Речь Посполитая, наряду с Саксонией и Данией, официально была союзником России. Однако войска коалиции не могли сдержать шведов, которые вторглись на территорию Саксонии. Все эти годы он занимался воспитанием дочери и разработкой нового кириличного шрифта. Задумал его давно, еще находясь в Амстердаме. Кажется, учел все – и опыт предшественников, и психологию юных школьников. А за основу взял шерифт Франциска Скорины, человека, который в первом восточной Европе издал Библию на кириллице. Франциск Скорина – основатель восточнославянского книгопечатания. Родился в Полоцке во второй половине 15 века. Бакалавр Краковского университета. В 1517 году основал в Праге типографию и издал кириллическим шрифтом «Салтырь». На протяжении 1517-1519 годов перевел и издал 23 книги Библии. В 1520 году в Вильно основал первую типографию на территории Великого княжества Литовского. Скончался в Праге в 1551 году. Новым, усовершенствованным шрифтом уже в Гданьске Илья напечатал несколько учебников. В своих книгах использовал достижения книжной графики Голландии, иллюстрации, рисунки, чертежи западных мастеров. Такого в России еще не было. Копиевич не сомневался, Петр Первый это оценит. Вот только до того ли сейчас русскому царю? Может, он уже забыл о разговоре, который состоялся 6 лет назад? Может, отдал заказ кому-то другому? Однажды, поздно вечером, в дверь Копиевича постучали. На породе стоял посыльный, который передал ему письмо. Илья узнал почерк Петра. «Возьмите с собой двух опытных печатников, матрицы нового шрифта, оборудование для печати и немедленно приезжайте в Москву». К письму прилагалась денежная сумма. В кратчайшие сроки Копиевич связался с двумя голландскими мастерами, нанял лошадей, погрузил все оборудование в карету и, оставив дочь у друзей, отправился в путь. Шел 1707 год. Северная война была в самом разгаре. В Европе основали шпионы шведского короля Карла XII, армия которого находилась в Саксонии. Никто не сомневался, что шведы готовятся к решающему наступлению на восток. Но им все же удалось совершить невозможное – добраться до Москвы без потерь. Их встретили со всеми почестями, как самых дорогих гостей. Царь принял Копиевича лично. Правда, отнесся к новому шрифту критически, потребовал кое-что исправить. Зато к учебникам, составленным Копиевичем, не было никаких претензий. «Вносите исправление в шрифт и приступайте к печати», – приказал Петр. «России нужны образованные люди». Копия рисунков нового шрифта в трех кеглях была отправлена на московский печатный двор, чтобы работа велась параллельно, а также для сравнения качества. Однако московские печатники из-за отсутствия опыта не сумели справиться с заданием. Матрицы, выполненные амстердамскими мастерами, оказались более качественными. В 1708 году в Москве новым шрифтом была напечатана «Геометрия славянская». А Копиевич, тоскуя по дочери, стал проситься в Гданск. Но Петр его не отпускал. Копиевич пообещал забрать свою типографию и перевезти ее в Россию. Только после этого Петр разрешил покинуть столицу. По приказу Копиевичу из царской канцелярии были выданы деньги на покупку книг за рубежом. Однако, когда Копиевич добрался до Гданьска, там уже стояли шведские войска. Дочь, слава богу, была жива и здорова, но вот от типографии не осталось ничего. Оборудование конфисковано новой властью. Печатники погибли. Илья Копиевич принял решение немедленно возвращаться в Москву. Но шведы уже стояли под Могилевым, а у него ни лошадей, ни личных денег. Узнав, что Варшава занята русскими войсками, Копиевич двинулся туда. Путь до столицы Речи Посполитой был необычайно долгим. Копиевич с 10-летней дочерью большую часть дороги шли пешком. Иногда их подвозили на попутных подводах. А когда до Варшавы оставалось совсем немного, на них напали казаки и отобрали казенные деньги. Хорошо еще, что самих не тронули. Однако в Варшаве Копиевичу неожиданно улыбнулась удача. Впервые за многие месяцы. Здесь он встретил старого знакомого, генерал-майора русской артиллерии Якова Бруса. Правда, Брус не сразу признал в грязном оборванном старике кандидат пастыря из Амстердамского собора, который учил его голландскому языку. А когда все прояснилось, взял Копиевича в свои полки переводчиком. Несколько месяцев Илья Копиевич верой и правдой служил в русских войсках. Но походная жизнь была для него невыносимой, ведь ему было почти 60. К тому же рядом с ним неотлучно находилась дочь. И тогда Копиевич решает написать Петру письмо с просьбой перевести его в более спокойное место. И Петр исполняет его просьбу. Копиевич уехал в Москву уверенный, что русский царь отправит его на печатный двор. Ведь у него за плечами колоссальный опыт издания книг, изготовления шрифта, составления учебников. Увы, его ожидания не оправдались. На печатном дворе всем заправляли другие, более молодые мастера. Они и совершенствовали тот шрифт, который Копиевич два года назад привез в Москву из Гданьска. Копиевич отнесся к этому философски. За многие годы знакомства он хорошо изучил характер Петра, который легко расставался со старыми, на его взгляд, бесполезными приятелями. Он искренне радовался, когда 18 января 1710 года реформа кириллического шрифта завершилась и по форме, и по содержанию. Именно в этот день Петр I, посетив печатный двор, одобрил оттиски азбуки и постановил. Этим шрифтом печатать все русские книги. Шрифт получил название «Гражданский». По своему рисунку буквы новой азбуки приближались к европейским шрифтам. Больше Илья Копиевич и Петр I никогда не встречались. Илья Копиевич скончался 23 сентября 1714 года в Москве, в возрасте 63 лет. До самой последней минуты он пребывал в уверенности, что прожил жизнь не зря. Он не обижался, что его достижения приписывают другим. Главное, он открыл для многих людей новый, неизведанный мир. Мир книг. Еще несколько десятилетий после смерти Ильи Копиевича новый русский шрифт так и называли «Копиевкой». «Копиевка» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok